Этот форум – хорошее начало для развития цифровой экономики и электронного образования в нашей республике, говорят участники. А старт был дан еще летом, когда правительство Российской Федерации утвердило программу развития цифровой экономики в нашей стране. Рассчитана она до 2024 года и охватывает разные сферы. Это образование, здравоохранение, государственное управление, сельское и городское хозяйство. Башкортостан станет смарт-регионом. Это все, что связано с улучшением условий проживания, труда, быта человека. Мы на самом деле с 2013 года находимся на этом пути и можем говорить, что по основополагающим системам мы находимся в лидерах. К сожалению, может быть не наш конек блокчейн сегодня, криптовалюта, нам нечем похвастаться, а вот электронным образованием мы можем похвастаться. В этом году в республике создана ассоциация IT-компаний. Сейчас в ней 15 участников. Ее цель – создание нового продукта, продвижение республиканских компаний на российский и мировой рынок. Этому поможет и будущий IT-парк. Нам бы хотелось, чтобы наш IT-парк стал некой площадкой для объединения наших компаний. Но в том числе мы бы хотели, чтобы на эти площадки были завязаны и наши предприятия промышленные. Чтобы те задачи, которые возникают на предприятиях, они тут же бы решались нашими IT-предприятиями. В прошлом году IT-бюджет промышленных компаний республики составил 13 миллиардов рублей. Это хорошая сумма. Однако нашим компаниям досталось не более 5% от этих денег. Хотя перспективы большие. Сегодня в республике 300 разработчиков. Эта сфера нуждается в специалистах. А главное, у нас есть вузы, которые могут их подготовить. Это УГАТУ и УГНТУ. Возвращаясь к программе развития цифровой экономики России, отмечу, что согласно ЕИК, к 2024 году вузы России должны выпускать 120 тысяч IT-специалистов в год. Сегодня на форуме обсуждали вопросы развития электронного высшего образования. Хороших результатов здесь добился педагогический университет. Разработали перечень иных контактных форм работы. Эссе, мозговой шторм, исторические экскурсы, походы в музей. Третья плоскость – симуляционная технология. То есть погружение студента в ситуацию будущей профессиональной деятельности. Мы сторонники смешанного обучения, когда конкурируют контент. Они конкурируют реальное, как релайф, и электронное. Что делать преподавателям? Меняться или уходить? Ведь сейчас порой студент с телефоном умнее. Эксперты говорят, что преподаватели должны научить студентов получать информацию и внедрять в процесс обучения онлайн-лекции. Вообще онлайн-курсы перевернули представление об учебном процессе. Сегодня люди стараются получить не столько образование в одной сфере, сколько много разных компетенций. Алина Таюпова, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.